Получается, что выходит четвертое видео подряд с участием PS2, но что же поделать, если я хочу как можно скорее показать вам новую рубрику, которая получилась не очень честно сказать. Но как для первого раза, сделайте мне скидку, пожалуйста, потому что дальше я буду усовершенствовать этот формат, ибо он мне показался интересным. Здесь мы посмотрим, а главное сравним PS2 при подключении к старому телевизору и современному, но перед тем как начать... Если вам нужны дешевые игры и подписки для PlayStation, то рекомендую сайт xdfizboxdfizstore.ru. Вы можете спросить, а при чем здесь игры PlayStation к сайту, в котором есть название Xbox. А дело в том, что на этом сайте имеется раздел для PlayStation. Переходим в раздел PlayStation Plus и видим основные подписки. Вы можете приобрести здесь PS Plus Deluxe на 3 месяца, либо на 12. Купить PlayStation Plus Extra на 12 месяцев, либо Essential тоже на 12 месяцев. Цены низкие, и урвать годовую подписку за такой прайс это выгодно и полезно. В разделе покупка игр вы найдете мега-крутое предложение. Вы можете заказать себе совершенно любую игру от 800 рублей до 12 тысяч. Не нужно ждать отдельных предложений с играми, вы самостоятельно указываете сумму, платформу, на которую желаете купить. Это либо PS4 или же PlayStation 5 и название игры. Также имеется возможность получить скидку в 2% при заказе от 500 лир, либо 3% от заказа на 1000. Можно заранее связаться с администрацией и обсудить все моменты. Отзывы реально, это только подтверждает надежность этого сайта. Игра быстро оказывается на вашем аккаунте, ребята работают оперативно. Вы также можете заказать в группе ВК предзаказ на году 4 Рагнарёк. Это та игра, которая поднимет продажи PS4 и PS5, поэтому поспеши и лучше заранее приобрести годноту, чем потом, когда все ваши друзья и знакомые пройдут легендарный проект, ловить спойлеры и не заказать свои сети во избежание их. Поэтому, если вам нужны игры и подписки для PlayStation в это нелёгкое время, то смотрите описание и там найдёте все необходимые ссылки. В чём заключается прикол этого видео и почему я считаю его таким себе? Дело в том, что я хотел создать максимальную атмосферу ламповости, но понял, что в подобных видео она не нужна. И здесь всё должно быть чётко, иначе смысла от этого видоса нет. И так как я никогда не снимал свой экран телевизора просто так на камеру, то я забыл о том, что по экрану могут начать бегать чёрные полосы. Некоторые участки экрана могут быть засвечены, а когда ты снимаешь и играешь, то ты не можешь видеть, что ты там в данный момент записываешь. И короче, в этом плане получилось не очень. Но вы всегда можете послушать мои комментарии, и я буду с вами правдив. Так что, если этот формат вам понравится, то я буду захватывать геймплей с карты, а не через камеру. Это не нужно никому, да и шумов здесь вышло столько, что просто ужас. Но надеюсь, до первого подобного опыта вы не сильно расстроитесь. Что я хочу сказать, когда подключал PS2 к старому телевизору? Во-первых, я решил это сделать не на том телевизоре, на котором долгое время играл. Я вообще не знаю где он, может бомжи проникли на дачу и заложили его за бутылку. Но найти его не смог ни на чердаке и вообще нигде. Поэтому просто взял и подключил к ноунейму, и получается, что здесь будет сравнение ноунейма пузатого телевизора и флагмана года 13-го, что ли. Я не помню, когда покупался этот телек, и ну это интересное сравнение. Потому что, когда я подключал PS2 к современному бюджетнику того времени, то он вообще не вывозил компонент. Там прям ужас, и я никогда по PS2 не подключал к тому телеку, который вы сейчас увидите. И для меня то, что я увидел, было шоком. Так что качество и стоимость телевизора очень влияют на геймплей. Хотя мне казалось, что ну просто цветопередача будет лучше. Нет. На самом деле всё куда интереснее и совершенно всё иначе, как я думал. Большое предисловие, но зато всем всё станет ясно. Мы сравниваем картинку ноунейма с флагманом. Здесь будет 5 игр, и поехали, друзья, начнём с були. Обращаем внимание, что на современном, в кавычках, телевизорах всё время будут засветы, и с этим ничего уже нельзя сделать. Я не видел, что там снимаю, но могу сказать, что в помещении були на двойке работает восхитительно. Здесь и FPS хорошие, и сам визуал мне нравится. Сложно сказать, где лучше, потому что по цветам мне больше нравится не ноунейм телевизор. И как по мне, старое ТВ не вывозит новый. Но это и понятно, потому что они находятся в слишком разном сегменте. И вот он, настоящий компонентный кабель, который творит чудеса. И что на пузатом кинескопе, что на тонком телике, результат может быть одинаковым. А как мне вообще кажется, в нашем случае були показывают лучший результат именно на современном ТВ. Хотя на кинескопе всё тоже неплохо и вполне достойно. Сразу же у меня появилось желание вновь играть на двойке, всё-таки в плане атмосферы, кинескоп куда лучше. Погружаешься в то время, даже несмотря на то, что я запустил двойку на каком-то мусоре. Было отлично и прикольно. Так что те, кто говорят, что на компоненте у них картинка не очень, это значит, что у вас какие-то проблемы с телевизором, и он не может нормально конвектировать изображение. У меня есть такой телевизор, на котором невозможно играть на компоненте. И тут всё зависит от ваших вложений. Так-то, если не хочется сильно тратиться, то лучше для ретро взять какой-нибудь старенький ТВ, чем искать флагман телевизора. Но это если только для ретро вам нужен. А так, если желаете посмотреть на сравнение качества изображения в разных телевизорах, то тоже сделаем. Следующая игра у нас это Девджем. Не обращайте внимания на чёрные полоски, которые бегают по кинескопу. Их в жизни нет, а не только на видео. Как мне показалось, здесь совершенно одинаковый результат. И когда я только задумался о том, чтобы снять такое видео, я честно скажу. Думал, что результат будет иной, но всё вышло совершенно иначе. Когда я юзал другой современный телек, то там было какое-то мыло и эффект размытия, что ли. Из-за чего играть порой было настолько отратительно, что хотелось купить нормальный кинескоп. И просто наслаждаться картинкой, но оказывается, что всё это время я мог просто подключить PS2 к другому телевизору. И всё было бы хорошо. Удивительно. Девджем вообще одинаковый, прям не к чему придраться. И очень комфортно всё играется. Можно, кстати, купить беспроводной геймпад на PS2, но делать этого я не рекомендую. Потому что все неоригинальные контроллеры это мусор. Поэтому мы просто берём и подключаем геймпад от PS3 и наслаждаемся невероятным геймингом, который может только быть. И вот, две игры уже протестированы. Но есть ли смысл идти дальше, потому что я уже после первого сравнения понял, что отличий здесь не будет. Но мы, конечно же, посмотрим ещё на этот кривой кринж, который я отснял. Ну а что уже поделать? Давайте глянем на Крэша. Как бы я адекватно не пытался его отснять, всё равно это чёрное мерцание присутствует. Но как вы помните, в жизни там всё нормально и никаких чёрных полос. На мой личный взгляд, на современном ТВ при включённом широкоформатном режиме картинка лучше, чем на кинескопе. И это разнос. Я когда запустил эту игру, то был в настоящем шоке. Если вы запускаете не первые игры PS2, а где-то середина её пути к конец, то обязательно включайте соотношение сторон 16 на 9. Не во всех играх картинка становится лучше, но во многих – да. И в таком режиме играть на двойке огромное удовольствие. Цветопередачи хорошие, нет никаких раздражающих элементов, размытия и так далее. Играть сплошное удовольствие – это тот случай, когда вам не нужен старый кинескоп. Но проблема в чём заключается? Если я найду свой Gold Star кинескоп в простонародье LG, то попробую снять такое же видео, только с нормальным кинескопом. И возможно там отличия будут куда существеннее. Либо приобрету старый соневский телик. В общем, посмотрим, как вам зайдёт этот видос. Надеюсь, зайдёт, я углублюсь в эту тему, а вообще прода в любом случае выйдет. Потому что я помню вот такой интересный момент из своей жизни. Когда я играл в GTA 5, то ли на PS3, то ли на ящике 360, но это был 13-й год. И дело это на старом кинескопе вроде GVC. И там картинка была хорошая. Правда, диагональ небольшая, а так всё супер. И когда я решил включить пятую GTA на современном телевизоре, то я увидел просто трэш. Это было впервые, когда я обратил внимание на просаживающиеся кадры. И мне почему-то кажется, что на олдовых теликах проблем с FPS нет. Это нужно самостоятельно тестировать, но я прям отчётливо помню, как обратил внимание на то, что на современном телике всё лагает настолько сильно, что играть в это невозможно. А мы продолжаем наше тестирование, хотя оно уже бессмысленно. Итог тоже подведу понятный для всех, и это МК Армагеддон. Прикол здесь заключается в том, что почему-то в МК у меня отказал геймпад и персонаж вставит блок, и больше ничего не делает. Ещё может пригнуться, и это было так смешно. С одной стороны кажется, что Скорпион дразнит своих оппонентов. Но лично я бы не хотел оказаться с таким геймпадом в компании друзей. В общем, все те засветы, которые вы видите, и прочие аномальные эффекты на видео, это из-за того, что я снимаю на камеру. Относитесь к этому с пониманием, потому что играть и настраивать нормальные параметры камеры нереально. А так по ощущениям, да одинаково, что там хорошо, что там всё здорово. Отличная картинка, FPS просаживается. Кстати, Сандрес моя PS2 не смогла запустить, походу Лазару совсем беда пришла. Но ничего страшного, потому что страшного ничего нет. Ауф. Ну и последняя игра это Соукалибу. Мне нравится больше то, что я увидел на современном ТВ. Почему-то мне показалось здесь лучше детализация. Вот так. Как это объяснить, я не знаю. Но сейчас мы перейдем к итогам, друзья, этого сравнения и важной части. Смотрите. Так как здесь мы сравнивали современный флагман, ну как современный. Ему лит уже больше, чем некоторым моим зрителям. Но для тех лет он был флагманом и современным. Но вы в принципе понимаете, что такое флагман устройства топовый продукт компании. И мы его сравнивали с каким-то ноунеймом, я не знаю, 2000 года в лучшем случае. Да, у них разные разрешения. Если вы владеете неплохим телевизором, который показывает отличную картинку в старых играх, но вам почему-то захотелось приобрести 60-килограммовый телек, то либо мой ТВ отратительного качества, что я допускаю. Потому что найти LG и GVC я не смог. Это мы оставим для другого видео, то нет смысла брать любой старый телек. Но это пока что. Потому что, ну я отличий, честно сказать, здесь не увидел. Когда мы сравним с более популярными телевизорами, может быть тогда что-то допоменяется. Но если нет, то потребности вообще никакой не будет в старых кинескопах. Да, они создают атмосферу того времени, причем неплохую такую атмосферу. Но оно весит много, занимает места много. И лучше, ну купите реально топовый телевизор, на котором вы сможете запускать нормально и PS2, 3, 4, 5, да хоть и PS6. Но вот насчет PlayStation 1 пока не уверен и Mega Drive. Это нужно тестировать и смотреть. А пока могу сказать, что не стоит покупать любой кинескоп, потому что он не дает вам ничего. Хотя если у вас бюджетный телевизор, который не выводит компонент нормально, то можно взять, ибо даже мой китайский кинескоп показал нормальный результат. И куда лучше того, что я видел на другом своем Самсунге, который в кадре не было. Так что может быть завезу сравнение двух телевизоров старых, относительно новых, и вообще эту тему буду крутить до максимума, если вам это интересно. Но если нет, то в миллиардный раз отснять про PSP с огромным удовольствием, друзья. Даже текст менять не буду, это забавно, потому что что-то новое, интересное вы не смотрите, а то, что выходило, всегда будете чекать. И в чем прикол? В том. Не забывайте подписываться на канал и всевозможные соцсети, включая Telegram. Ведь именно там инфа о новых рубриках и будет, была и есть. До новых видео и встреч. Субтитры сделал DimaTorzok